Ну и как же без такого эффектного, но не всегда эффективного перерезания баклажки? При тесте этого ножа. Colstil Spartan. Характеристики. Общая длина 267 мм. Длина клинка 114 мм. Толщина клинка 4 мм. Сталь АУС-10А. Материал рукояти ГРИВЭКС. Замок ТРИАДЛОК всем известный. Упс. Вот и пожалуйста. Необращение, неправильное обращение и очередное мое рассечение. Уже второе по счету. Первое на этом же пальце, только с обратной стороны. Да, будьте осторожны. Ну и в самом начале покажу, насколько он заточен. Заточка 5 с двумя плюсами. Только что я готовил. Можете посмотреть тест по продуктам. Там он отработал очень-очень вполне. Так, помидорчик. Ну и постараюсь тонко. Ну он просто вот моментально сразу. Твой помидор такой и подвявший опять же. У меня сегодня такие вялые помидоры. Ну видите. Прям шинкует чудесным образом. Заточка из коробки шикарная. Как нож сидит на кармане. Но об этом все мы еще в обзоре. Более детально укажу. Черная клипса, черная рукоять. Совсем немного выглядывает из кармана. Отлично. Я такое люблю. Чтобы не бросался в глаза. Но там при вынимании тоже нюансы есть. Это все будет в обзоре. Теперь веревка. Перерезание продавливанием. Сначала одинарное. Самый мой любимый момент тестов. Одинарное прошло. Еще раз. Есть. Похоже я два пальца порезал. Да, нож очень острый. И блин, с его весом, с его замком. И нужно быть реально очень-очень аккуратным. Я это как бы знал. Но уже повторюсь, два раза я им порезался. Да, бывает. Так, а ну-ка, двойная веревка. Давно я не перерезал двойную никаким ножом. Есть. Сделал. Да, конечно, усилия пришлось приложить, но он сделал. Так, пауза. Нужен еще пластырь. Да. Как говорится, две ракеты, две цели. Вот вам и спартан. И продолжим. Сырой бук. Дерево было неживое. Всем любителям природы и гринпису, просьба, не потеть. Не переживать сильно. Оно было обломленное, как вы видите. Поэтому никакого вреда я не нанес никому. Не переживайте. Ну и посмотрим, как он по сырому букву. Насколько удобна рукоять. Ну и вообще, сразу скажу, я понимаю, что этот нож не туристический. Что он не для этого всего. И есть мора, которая вообще божественная просто. Мора, на которую молятся многие. Я это все знаю. Но это скучно. Мне скучно морой стружить деревяшки. У меня их три. И я знаю, как они работают. Спартан я не знаю, как работает. Да, щепа такая у сырого. Довольно толстая, прям конкретно отлетает. Ну, не скажу, что так нормально. Наминает, подминает, конечно. Не для таких, не для строгательных работ, естественно. Но заточил какой-то колышек на природе. Заточите. Далее. Сухой буф. Вот это уже интереснее. Это я уже каким-то ножом его стружил, строгал. Кому как нравится. Попробуем с обратной стороны. Как он сухой сделает. Надо быть еще относительно аккуратным. Так как клинок широкий. Спуски вогнутые. В этой части, ближе к режущей кромке, все вы знаете, металла мало. И видели фотографии, я уверен, каждый из вас, неоднократно выломанных кусков. Поэтому сильно каких-то таких выламывающих движений лучше не делать. Ну, я постараюсь. Хотя у меня бывает, ножи гнутся, ломаются кончики клинков. Ну, стружит, конечно, да. Подминают руку, понятно. Но постараюсь сейчас до конца сделать колышек без перчатки. Ну, бывало и хуже. Бывало хуже, на порядок. Номинает, конечно, да, не совсем приятно. Вгрызается довольно сильно, кстати. То бывало такое, что просто как пыль какую-то, нож снимает. А этот прям вгрызается, прям он конкретно входит. И приходится даже, хоть я не хотел, такие выламывающие движения, но приходится. Вгрызается неплохо. Но рукоять, да, чувствуется. Ну, и заодно слегка подсобить кромку. А, опять же, помидор, все у меня. Нож острый, посмотрите, только что я тестировал по продуктам. Нож реально был острый. Очень острый. Резал там помидорчик я. Все было чудесно. Есть. Ну, готово. Карандаш готов. Довольно неплохо. Перчатку не пришлось одевать. Да, ощущается, конечно, что это не для этого. Но нормально. Бывало и намного хуже. Нормально. Так, ну и баклассочка. Сначала видео про тыкающие моменты. Кончик клинка, кстати. Клинок расположен кончик, в общем, в такой плоскости, что удобно его протыкать. Не задрать сильно вверх, как бывает. Или еще там как-то упор на руке. Ну, все именно. Это его одно из двух предназначений. Что-то протыкать. Капоты, как вы знаете. Да, всякие баки. Или же рубить. Порубим сейчас чуть позже. Протыкает. Очень, очень даже. Протыкательные моменты чудесные. Кончик, кстати, такой острый. Нити light 6. Ну, не прям мега такой прям острый-острый, как шило. Ну, тоже довольно острый. Очень так нормально. Поэтому протыкать что-либо можно вполне. Далее. Нарезание веревки. Посмотрим. За какое-то... За одно движение. Даже за каких-то за пол движения. Реально. Ну, было бы лучше, чтобы она у меня была скотчем стянута. А то она так расхляпывается. Ну, вот видите, за какое-то... Я делаю одно нажатие. Все, моментально перерезает. Блин, четко. До этого у меня, ну, из тех ножей, что я пробовал в этой дисциплине, был Cold Steel Voyager на первом месте. То сейчас это однозначно Spartan. Просто какое-то нажатие. Не нужно ни пилить. Никаких. Просто вот. Одно-одно нажатие. Готово. Далее. Шланг тоже довольно интересный. Такой вот материал, как пойдет по шлангу. Да, изначально не хочет прям так сгрызаться. Прорезает почти до конца. Ну, шланг, да, это такой интересный материальчик, опять же. Сгрызается и почти до конца сразу входит. Ну, может, как-то... Ага. Вот так вот будет проще. Рекурво этой частью клинка, если так вот протягивать. Он прям, о, прям без давления, кстати, вот для чего рекурво, да, спрашивают. Вот он без давления, без такого. Если этой частью... Больше, ну, чтобы я нажимаю вперед, как-то, да, проталкиваю нож, и он туда врезается, то рекурво, все, и он сразу внос. И он сразу врезается. Сейчас еще раз покажу. Вот, видите, все, он уже вошел. Уже не нужно... Давление не такое сильно оказывается, если резать частью ближе к рукояти рекурвой. Раз, вы тянете, оно просто, он нож сам врезается. Ответ, для чего нужна рекурва. А то начинает рассказывать. Трикурво это бред, серрейтор это чушь, как точить, я бедный и несчастный. Все это чушь. Ну и так еще просто, коль пошло дело, если быстро, главное пальцы себе не отрезать. Да, врезается прям четко, вот. Раз. Да, удобно, кстати, рукоять. Полностью пальцы закрыты, даже не для каких-то там уколов, да, чтобы не соскочило. А вот при таких работах бывает, приходится нож какой-нибудь там поднимать, чтобы пальцами по, ну, по дощечке, по столу, ну, не, не зацепать. Приходится нож поднимать высоко. То, с данным ножом, вот, даже если, ну, вы работаете, пальцы защищены надежно этими упорами. Я вот пенька этого не касаюсь, вообще никак, ну, никаких там, не зацеплюсь, ничего там, не поцарапаюсь, повреждений себе не нанесу. Итак, доска обычная, сосновая, сухая, ну, была, уже подмочилась. Кончик, кончик клинка, кстати, не супер такой, прям уж он толстенный. На Танто, допустим, на том же Войжере будет потолще, но посмотрим, как он там подковыряет что-то. Опять же, это у меня никакой там не краш-тест, есть там всякие виненулы и прочие товарищи, которые все это уже давно сделали. Я так чисто для себя узнать, я этого еще не делал, ну, может, кто-то не видел, тоже показать. Да, довольно неплохо выламывает. Опять же, я уже на одном ноже сломал таким образом кончик клинка, на втором погнул. Ну, вот здесь, ну, щепа нормальная, ну, тут даже хочется вот так его. О, вот, вот это, вот это уже тема. Оп, косой. Все, можно без батонингов, если есть пенек, то можно наколоть себе какую-то щепу для щепочницы. Идем дальше. Все это хорошо, но попробуем перерубить. Палочка, которую я стружил, бук, попробую его перерубить. Вы спросите, зачем, а я отвечу, а как иначе, это же Cold Steel, это же Spartan. Ножи для этого созданы, рубить, протыкать, танки вскрывать и прочее. Удобная рукоять, кстати, я еще ничего не рубил, таких моментов не делал. Зацепы, классно, можно даже буквально двумя пальцами держаться, как на тех же Voyager'ах, только здесь еще, конечно, покруче. Можно браться, рычаг становится больше, 255 грамм веса. Рубить должен хорошо, ну попробуем. Главное себя, мне не зарубить. Да! Вес, рычаг, все это в сумме. Готово. Теперь вот даже, а ну-ка, мне, не знаю, полностью будет до конца. Нет, бревнышко потолще. Как он справится с этим? Вдруг, вдруг вы будете сидеть на суху, да, которую нужно перерубить. Ну, мало ли. Понятно, есть топор, пишите, есть топор для этого. У меня тоже есть, там агапт даже колстил, чтобы такие моменты совершать. Кстати, довольно неплохо делается, никак не доберусь до обзора. Я не спец по топорам. Да, довольно уверенно это делает. Но уже добью, добью до конца. Кручок, опять же, не выломать. Кручок еще надо, эту вот часть узкую, точнее, тонкую. Да, нормально, вот держусь тремя пальцами. Кручок еще выдох, значное. Не попасть. Готово. Пожалуйста. В случае чего нет топора, можно колстилом, блин, такое бревно перерубить. Эффектно, скажу вам, эффектно. Продолжим рубку, опять же, сырой бук. Полежка, как он разрубит. Просто интересно. Не нужна даже ни колотушка, ни какая-то, там, когда батонинг. Нужно просто руки свои беречь. Шикарно. До этого Покет Бушман у меня неплохо колол. Ну, из моих ножей колол деревяки. Но Спартан будет и потяжелее, и удобнее, и в руку не так отдает. Шикарно. Ну, еще вот такую вот веточку заготовил с такими мелкими ветками. Надо было вначале, наверное, показать. Если там какую-то вам надо жерсть сделать, да. Ну, понятно. Тут все эти маленькие веточки, они просто отлетают. Отлетают вообще без каких-либо проблем. Вот так, наверное. В общем, можно рубить как угодно. Делает это шикарно просто. Как для ножа, как для складного ножа. Опять же. Это все. Складной нож. Очень и очень. И то, что я почти всегда забываю. Кромка, режущая кромка. Ну, я никаких заминов не увидел ничего на ней. Как была, так и есть. Ну, о каких-то люфтах я не буду сейчас его шатать. Но это, вы все знаете, какие тут могут быть люфты. Так же самое и стучать обухом. До меня уже 150 тысяч человек постучало. Подвесило 50 гир сюда. Все это вы знаете. Все он выдерживает отлично. Ну, и теперь тот же помидор. Посмотрим, как он там подсел, не подсел. В принципе, я и рубил там этой частью, да. И шланг чуть порезал. Ну, режет, но я вот стараюсь без усилия. Не, прорезает. Просто помидор такой прям вялый. Врезается в кожицу. Этой частью. А ну-ка. Да, просто, просто вяловат. Вяловат уже помидорчик. Второй кусок. Не знаю, может, может и подсел совсем минимально. Ну, просто реально, помидор такой вялый он. Я на него вот давлю, он жмакается. Это я так, просто играясь, там, хотел медленно. Да, а вообще, если вот нарезать нормально, то вот. Режет, блин. Отлично. Может, даже и не подсел. Опять же, помидор вялый, тут непонятно. Итак, все тестовые дисциплины пройдены. Как по мне, нож справился просто шикарно совсем. Настружил, нарезал, перерезал, расколол, блин, расковырял. Все, в общем, совершил он все. Перед этим у меня были продукты. Опять же, вот сейчас закончу это все, всю свою речь. Отведаю своего гуляшика в хлебе. Можете посмотреть первый тест мой продуктовый. Там все это, как я его варил, как он резал продукты. Все это зафиксировано. Отличный нож. Блин, я реально, я в восторге. Мне нравится очень, как и внешним своим видом, так и своим функционалом. Многим, конечно, он не зайдет. Скажут, это какая-то корявый какой-то, большой, тяжелый. Скажут, ой, тяжелый, замок сложный, пальчик болит. И, и, и. Каждому свое. Кому-то нравятся клиночки там в 4 сантиметра, какие-то там резачки со сведением там полтора, ну, то есть 0,00 миллиметра на подшипниках. А кому-то нравятся большие, блин, такие вот тесаки. Итак, гуляш доварен. Даже еще не остыл окончательно. Можно приступать к приему пищи. Ну, а на этом все. Конец связи. КОНЕЦ КОНЕЦ